Диагноз коронавирусной инфекции Ставрополье передало 20 тонн минеральной воды в больницу Коммунарке. Один из крупнейших производителей региона накануне отправил свою продукцию в инфекционную больницу, которая стала основным центром по приему больных с коронавирусом. Помощь оказали в рамках акции «Доброе сердце». К ней присоединяются не только рядовые жители края, но и представители социально ответственного бизнеса, который готов оказывать благотворительную помощь, несмотря на трудное экономическое положение. Отметим, что акция проводится при поддержке партии «Единая Россия». В Кисловодске в 2020 году начнет работать новая школа. Образовательное учреждение рассчитано на 275 детей. Открыть его планируют к 1 сентября. В здании разместятся информационный центр, спортзал, медиатека и обеденные залы. Готовность объекта на данный момент составляет порядка 70%. Отметим, что строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование». В Нефтекумском округе продолжается благоустройство территорий. На этот раз обновления коснулись дорог. В нормативное состояние приведут участки трасс Нефтекумска, Каясулы и аула Улуби-Юрт. Эти, востребованные местными жителями дороги, уже порядком износились, стали небезопасными для передвижения автомобилистов и пешеходов. Реконструкция пройдет в рамках краевой программы развития транспортной системы. Всего округу на эти цели выделено больше 60 миллионов рублей из регионального бюджета. Все работы планируют завершить к сентябрю. В эти дни все популярнее онлайн-концерты и постановки. В Ставрополе же пошли еще дальше. Жителям юго-западного района привезли живую музыку с доставкой на дом. Музыкант духового оркестра расположился на балконе одной из многоэтажек. Многие даже его не видели, но зато прекрасно услышали. Саксофоний специально подобрал репертуар, чтобы понравилась самой широкой аудитории. Для Ставропольского дворца культуры и спорта и духового оркестра имени Осиновского это новый эксперимент, однако организаторы намерены дальше продолжать такие выездные концерты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова